В этом видео готовимся к новогоднему спросу в Одноклассниках. Будет полезно и, надеюсь, конечно же, интересно, поэтому будет безмерно благодарен, если поставите лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. О праздновании Нового года пользователи задумываются уже в ноябре, значит, к сезону праздничных покупок стоит готовиться с конца октября. Это касается не только тех, кто продает подарки. На фоне общего ажиотажа всплеск спроса может произойти в любой отрасли. Страница бизнеса в Одноклассниках — это отличный инструмент для привлечения клиентов в высокий сезон. Сегодня расскажу, как подготовить ее к зимним праздникам. Оформление страницы Чтобы настроить аудиторию на распродажи и скидки, создайте праздничное оформление своей страницы. Что же вам в может помочь? Рассказываю. Обложка — это первое, что видят пользователи. Можно проявить креативность, украсив символику бренда или изобразив, как фирменный персонаж готовится к празднованию. Можно поставить ссылку на обложку и использовать как call-to-action, привлекая аудиторию на сайт или просто на страничку распродаж. Не стоит забывать и о функциональности. На обложке удобно разместить информацию о предстоящих акциях или розыгрышах призов. Следующее, что нужно оформить — меню ссылок. Быстрые ссылки — это подборка карточек рядом с информацией о странице. Они могут ввести на любые объекты в соцсети — заметки, товары, фотографии, видео, приложения и т.п. Картинку для карточки можно загрузить любую, оформите их в едином стиле с обложкой, тем более, что есть простой конструктор. Меню ссылок помогает пользователям быстрее сориентироваться на страницы. Вы можете добавить сюда посты с конкурсами и важные опросы, самые популярные товары или альбом с новогодними открытками. Теперь оформим блок над лентой. Точнее, вы оформите, а я расскажу, что это и где меняется. Смотрите, над новостной лентой страницы можно добавить еще один блок. В нем будет автоматически отображаться выбранный тип контента. Например, в блок над лентой можно поместить новые товары, каталоги товаров, новые фото или видео, популярные темы и т.п. Это еще один способ обратить внимание клиенту на самое важное. Если на странице включено меню ссылок, блок над лентой появится над ним. С общим оформлением разобрались. Идем дальше. Новогодние посты. Праздничные заметки создают новогоднее настроение и повышают вовлеченность пользователей. Ведь чем активнее люди реагируют на ваш контент, тем чаще он появляется в ленте. К тому же вовлеченная аудитория на шаг ближе к покупке, чем холодная. Вот несколько идей для тематических постов. Обсуждение планов на праздники, предновогодние лайфхаки, подборки полезных фильмов, книг, спектаклей, интересные какие-то факты, новогодний гороскоп, ответы на частые вопросы и, конечно же, итоги года. Чтобы стимулировать взаимодействие с публикациями, старайтесь добавлять в них элементы интерактива. Например, спросите о любимом новогоднем фильме в киноподборке или узнайте о планах на выходные с помощью инструмента опросы. Новогодние посты — это еще не все. Обязательно подумайте про конкурсы. Все хотят подарков, особенно в ожидании праздников. Конкурс для подписчиков — это возможность не только повысить активность на странице, но и познакомиться со своим продуктом будущих покупателей, а также создать положительный образ бренда. Есть множество способов организовать конкурс. Например, для участия пользователям нужно сделать репост, написать пост с хэштегом «Новогодний Экодвор 2020», придумать лучший комментарий, пригласить друзей в группу, создать оригинальный контент фото или видео, написать стихотворение или что угодно, отметить аккаунт компании на фото, правильно ответить на вопросы, пройти тест, выполнить несложные задания — все это можно использовать в конкурсах. Победителя можно определить, например, вручную, есть ли задание творческое или важно оценить содержание ответа, или случайно с помощью приложений или сервисов, которые автоматически выберут пользователя среди участников. Например, в «Одноклассниках» — это конкурсок. Конечно же, куда без распродаж. 60% пользователей уже ждут новогодних распродаж. Оправдаете их надежды? Лучший размер скидки, конечно же, по мнению покупателей, 30-40%, а вот снижение цены вдвое может вызвать недоверие. Упростить продажи вам поможет раздел «Товары в «Одноклассниках». Этот раздел превращает страницу компании в настоящий интернет-магазин. Картерчики товаров содержат название, описание, цену, изображение, место продажи и способ доставки. И лайфхак — добавьте на изображение, размер скидки или старую цену, чтобы привлечь как можно больше внимания к распродаже. Товары можно размещать на определенный срок, например, на время акции или бессрочно. С ними можно взаимодействовать, как с другим контентом в социальной сети — ставить классы, комментировать, ну и конечно же репостить. Открыв товар, пользователи увидят кнопку «Связаться с продавцом». Ее нажатие переводят в чат с администратором страницы, где как раз таки и можно принять заказы. Ну и еще один отличный канал коммуникации с аудиторией — это рассылки. Не все пользователи увидят ваши публикации в ленте или зайдут на страницу, чтобы их прочитать. Напомните им о себе с помощью личных рассылок. Для этого в Одноклассниках есть приложение «Рассылки». Чтобы клиенты смогли получить от вас сообщения, они должны подписаться на канал рассылки. Не забывайте рассказывать о нем в публикациях и мотивировать к подписке, например, давая подписчикам больше привилегий. Сообщения поддерживают тексты, изображения и ссылки. Можно сразу запланировать рассылки на будущее и больше не отвлекаться на них. О чем стоит писать? Ближайшие акции и скидки. Ближайшие мероприятия. Анонсы и итоги конкурсов. Новые товары. Самые важные публикации на странице. Самые полезные подборки. И бонусы для подписчиков канала. Так, без чего еще нельзя? Про оформление сказал. Про посты тоже сказал. Даже о рассылке сказал. Но, конечно же, вы должны еще учесть два основных пункта. Первое — это правило 80 на 20. Никто не любит, когда ему что-то активно продают. Поэтому при введении страницы компании важно соблюдать баланс 80% информационных или развлекательных публикаций и только 20% продающих. Правило можно сформулировать проще. Четыре поста без рекламы. Один с рекламой. Первые будут подогревать аудиторию, повышая вовлеченность. Последние — подводить к покупке готовых к ней пользователей. Ну и, конечно же, никуда без контент-плана. Введение страниц в соцсети — это непростая работа. Нужно придумывать посты, отвечать на комментарии, проводить конкурсы, следить за активностью. Облегчите себе жизнь, подготовив план публикации хотя бы на праздники. Прежде всего составьте его в виде электронной таблицы. Укажите дату, время и тему публикации. Разные типы постов удобно отмечать цветом. Так проще поддерживать баланс. Затем начинайте работать над заметками. Их можно создавать сразу на странице. Галочка «Время публикации» позволяет настроить отложенный пост. Изображения для заметок лучше тоже подобрать заранее. Вы можете устроить новогоднюю фотосессию в компании или обработать и украсить имеющиеся фотографии. В дальнейшем контент-план полезно составлять регулярно, как минимум на месяц вперед. Собственно, на этом подготовку к новогодним праздникам можно считать выполненной. Итак, чтобы успешно встретить праздничный спрос, вам понадобится Праздничное оформление страницы. Контент-план и правила 80 на 20. Новогодние посты, распродажи, конкурсы и рассылки сообщений. Чем раньше начнете готовиться к высокому сезону, тем больше клиентов достанется вам, а не конкурентам. У раннего старта есть еще один плюс. Пока весь рынок не запустил рекламу, вы можете дешевле продвигать свою страницу. Один показ объявлений через рекламный кабинет одноклассников может стоить всего 5 копеек. Реклама поможет увеличить охват аудитории и повысить вовлеченность, которые так полезны для страницы бизнеса. Ну вот теперь точно все. Если видео понравилось, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал. Ну а пока, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok